Знаете, глубоко внутри у нас есть нужда познать Бога как Папу и Отца. Потому что мы берем свою личность у Отцов. Вот почему в библейских генеалогиях мы всегда видим имена Отцов. Например, давайте откроем Луки 3, 38. Луки 3, 38. Я многое принял от Него. Я не стал бы тем, кем являюсь сегодня, если бы Господь не вкладывал в мою жизнь через моего земного Отца. Но внутри я нуждался в чем-то большем. И это касается всех нас. Даже если у вас был хороший Отец, вы все равно нуждались в большем. Вы все равно нуждались в большем. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы не называли никого Отцом. Это не значит, что мы не должны почитать Отца и Мать. Мы называем Своих земных Отцов Отцами. Но Иисус хотел, чтобы мы поняли, что нам нужно отождествлять себя с Небесным Отцом, потому что только так мы можем принять полноту того, что дают отношения с Отцом. Вот почему Иисус сказал, «Когда будете молиться, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах». Если посмотреть на Иисуса, особенно на Его общение с Отцом, то увидим, что Его главной целью были взаимоотношения и желание угодить Отцу. Отец — главнее всего. Отношения с Отцом — главнее всего. Мы продолжим с того, на чем закончили на прошлой неделе, и попытаемся понять, что делает Отец. Я говорил о тех, у кого Отец был рядом. Но я знаю, что многие и многие выросли без Отцов. Бог Отец хочет, чтобы вы познали Его как Отца. Он даст вам то, что вы не могли получить от земного Отца. Если вы выросли без Отца, знайте, Бог Отец хочет прийти в вашу жизнь и наполнить вас любовью во имя Иисуса. Без Отца мы изолированы. Без отношений с Отцом мы одиноки. Вот почему я рассказывал, что в древние времена, когда ребенок рос в доме без Отца, Его считали сиротой. Только через взаимоотношения с Отцом мы перестаем чувствовать себя одинокими. Вот почему Иисус перед Вознесением сказал, «Я не оставлю вас одних». Он собирался дать нам откровения об Отце через Святой Дух. «Я хочу, чтобы мы лучше поняли те вещи, которые дает Отец». Так что же такое может дать Отец, чего нет у других? В прошлый раз мы говорили о том, что Отец — источник жизни. Отец создал словом небо и землю через Сына Иисуса. Так и мы принимаем жизнь через Отца. Если посмотреть на библейскую генеалогию, то мы увидим, что через семя мужа, Отца, открывается сущность ребенка. Мать носит ребенка, питает его, но именно мужское семя создает его. Отцы дают нам жизнь. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Я советую вам посмотреть весь цикл. Во-вторых, мы говорили о том, что отцы защищают. Когда ребенок нуждается в пище, он бежит к маме. Но когда ребенок нуждается в защите, он бежит к отцу. Отцы защищают. На прошлой неделе я много говорил об этом. И я советую вам заказать этот цикл. Я хочу, чтобы сегодня мы попытались лучше понять, что мы можем получить от Отца. Что Бог, Отец, хочет открыть нам? Возлюбленные, отцы наказывают. Я видел крайне мало христиан, которые просят Отца наказать их. Я всегда молюсь о том, чтобы Бог, Отец, наказывал меня. Библия говорит нам, что если Отец наказывает нас, то нас ждет мирный плод праведности. Это очень важно. Нам нужно наказание Отца. Обычно наказывают именно отцы. Я понимаю, что так бывает не всегда. Но если семья построена на традиционной библейской модели, наказывают именно отцы. Давайте посмотрим на это в послании к евреям. Я хочу прочитать вам Евреям 12, 5. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя». Что говорит автор? «Сын мой». Когда я говорю о сыновьях, то не имею в виду только мужчин, но и женщин. Мы читаем во 2 Коринфянам 6, 18. «Бог говорит, «Я буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями», говорит Господь Вседержитель. Когда я использую слово «сын», то вы, дочери Господа, должны понимать, что эти слова касаются и вас. Для облегчения понимания, Библию написали в мужском роде. Давайте вернемся к евреям 12, 5. «Сын мой и дочь моя, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя». Опять же, наказание от Отца — это дар. Господь говорит, «Сын мой, Он обращается к Своим детям». Давайте продолжим читать 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына и дочь, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Мы видим, что одна из главных функций Отца — это наказание. И я продолжу говорить об этом после того, как мы прочитаем Писание. Это очень важно. Мы должны желать наказания Отца. А теперь давайте вернемся к сегодняшнему выпуску. Давайте продолжим читать. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те, наши земные отцы, наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плот праведности. Я благодарен, что у меня есть Отец, который наказывает. Я расскажу вам, почему это так важно. Когда вы начинаете уходить в сторону, и никто не наказывает вас, вы уходите все дальше и дальше, теряя благословение. Отец не благословит нас, когда мы сошли с пути. Отец благословит нас, когда мы идем по пути. И так как Папа очень любит нас, Он накажет вас, чтобы вы вернулись на путь и получили благословение. Послушайте, что написано. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плот праведности. Наказание дает нам безопасность. Ведь когда мы знаем, что у нас есть Отец, который накажет нас и справит нас, если мы зайдем за рамки, мы обретаем уверенность внутри. То же самое касается и отношений детей с земными родителями. Дети, которых земные родители не наказывают, не чувствуют безопасности, потому что не знают границ. А дети, которые выросли в домах, где Отец ставил границы, уверены в себе. Я советую вам поступать, как я. Просите Отца наказывать вас, ведь когда Он наказывает вас, это позволяет вам идти вперед, углубляться в Нем и переживать Его полноту и благословение. Отец любит вас так сильно, что будет наказывать вас. Это должно придать вам уверенность. Что еще делает Отец? Отцы также являются главными учителями дома. Поймите меня правильно, я не пытаюсь уменьшить роль матерей. Бог является мужчиной и женщиной. Я уважаю женщин. Бог объединяет в себе мужчин и женщин. Писание говорит о Боге в мужском роде, но в Отце скрыта и женская часть. В прошлом выпуске я говорил, что когда Господь явил Себя Моисею, то сказал, «Я Яхве, Бог, сострадательный и милостивый». На иврите — это слово в женском роде. Я использую мужской род, но в нем также есть и женский. Я просто делаю ударение на отцах. Я хочу сказать женщинам, я преклоняюсь перед вами и почитаю вас. Я люблю вас. Я не знаю, что бы я делал без своей жены. Я не смог бы достичь всего этого, что есть у меня сейчас, без нее. Я хочу сказать женщинам, хоть я сосредотачиваюсь на отце, я также уважаю женскую природу Бога. Он создал нас по образу своему, мужчину и женщину. И я хочу сказать прекрасным дочерям Божьим в Бытие, в первой и второй главе, мы видим, как Бог начинает с растений и переходит к животным. Каждый день сложность творения возрастала. Сначала растения, затем рыбы, затем животные, и с каждым днем сложность Божьего творения все возрастала и возрастала. Знаете, кого последним создал Бог? Кого последним создал Бог? Женщину. Он взял ребро и создал женщину. Я хочу сказать женщинам, вы — последнее творение Божье. И это говорит о том, что вы — самое удивительное творение на земле. Я вижу это в чувствительности к Богу и Духу Святому в вас. Я хочу, чтобы вы понимали, что я люблю вас. В Иешуа нет дискриминации по половому признаку. Мы равны в чести и Божьей славе. Я говорю об отце. Когда у вас дома сильный отец, то он берет на себя роль священника, который покрывает весь дом. Он является главным учителем в определенных аспектах, которые помогут его детям приготовиться к встрече с миром. Иными словами, в доме, где между мужем и женой хорошие взаимоотношения, есть определенные вещи, которыми занимается жена. Обычно жена питает, а мужья воспитывают и учат. Для примера, в традиционной модели отец готовит детей к встрече с миром. Он учит их таким вещам, как финансы. Мы знаем, что отец, муж, должен быть главным священником дома, который обучает и наставляет детей на Божьих путях. Знаете, Господь сказал, что учит всех своих сыновей и дочерей. Отец учит детей и сыновей. Я прочитаю вам из Иоанна 6, 45. Иисус сказал, «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Я хочу ободрить вас сегодня. Просите Отца наказывать и обучать вас». Это не просто проповедь. Это послание призвано побудить вас к молитве. Вот почему. Я не могу открывать вам Отца. Только Отец может открыть вам Себя. И Он открывает Себя через Своего Сына. Иисус сказал, «Никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын откроет». Иисус также сказал, «Просите и получите». Если мы просим у Отца по воле Его, то Он услышит и ответит нам, «Вы должны знать». Отец хотел спасти вас для того, чтобы вы познали Его. В этом суть Евангелия. Он послал Своего Сына, чтобы спасти вас и привести к Себе. Спасение — это не попасть на небеса. Суть спасения — в познании Отца. Иисус сказал, «В доме Отца Моего обителей много». Иисус сказал, что Отец ищет тех, кто будет поклоняться Ему в Духе и Истине. И Ишуа учил, чтобы мы начинали молиться со слов «Отче наш». Суть всего этого в том, чтобы вы познали Папу, Аву Отца, получили откровение о Его любви к вам. Тогда вы увидите Отца таким, какой Он есть на самом деле, и поймете, что вы Его дитя. Вы Его сын или дочь. Если вы мужчина, Бог хочет укрепить вас в силе. Если вы женщина, Отец хочет показать вам, насколько вы прекрасны. Вы славная дочь Божья. Вы прекрасны. Не имеет значения высокие вы или низкие, худые или полные. Каждая дочь Божья прекрасна. Мы даже не представляем, насколько мы прекрасны и сильны. Библия говорит, чтобы мы молились для того, чтобы понять богатство, славы, наследие Бога, Отца в нас. У вас есть нечто особенное, нечто невероятное. Все это находится внутри, а единственный способ получить откровение об этом, это получить откровение об Отце, о Его любви к вам и о том, кем вы являетесь в Нем, в Иисусе. Пусть эти слова побудят вас встать на колени и попросить Отца открыть себя вам. Бог-Отец, во имя Иешуа, я прошу тебя, через твоего сына Иисуса, открой свою любовь сыновьям и дочерям, которые слушают меня сейчас. Отче, твое слово говорит, что ты послал своего сына, чтобы приблизить нас к себе. Иисус, ты стучишься в двери наших сердец, мы просим тебя войти прямо сейчас и открыть нам Отца. Отче, открой нам новое измерение познания твоей любви к нам, дай нам глаза, которые будут видеть, помоги нам увидеть в тебе то, что мы должны увидеть в тебе. пусть все сферы, в которых мы ощущаем нехватку, восполнятся. Отче, помоги нам понять, как сильна твоя любовь к каждому сыну и дочери, которые слушают меня прямо сейчас. Пусть каждый человек знает, как велика твоя любовь к ним лично, отдельно и конкретно. Папа, во имя Иисуса, я сам стучусь в двери сердца. Открой мне свою любовь, Папа, и позволь увидеть твою славу.